По словам Игната, Россия может, в принципе, и самостоятельно производить беспилотники, например, те же «Ланцет». Несмотря на то, что они там не очень мощные, но все-таки они создают проблемы для наших ПВО и для войск сил обороны на передней линии. И, в принципе, Россия действительно сама могла бы делать больше таких дронов, но весь вопрос в доступе к технологиям. Поэтому, по словам Игната, усиление санкционного давления на Россию и Иран позволили бы свести на нет все потуги России в получении дронов. Приведут статуи Игната. Сделать планер, двигатель, пропеллер, боевую часть не проблема. Другой вопрос – это технологическое оборудование, которое заложено в шахет. Но там есть блок, GPS-навигации, блок управления, и вот это Россия вырабатывать сама не может. Собственно, за этими товарами, двойного назначения и высокотехнологической продукцией, не помешал бы контроль санкций, для того, чтобы помешать им получать такую продукцию. Кроме того, есть признаки того, что Россия все-таки производит ракеты. Среди обломков ракет находили маркировку недавнего производства и осень, и зима. Надеемся, что санкции не позволят им делать этого быстро, и скоро это вряд ли удастся, потому что крылатая ракета – это высокотехнологичный продукт, который стоит миллионы долларов за единицу. Собственно, чтобы избежать санкционного давления, Иран и может попытаться перебросить производство в Беларусь, которую уже никому не жалко, и режим Лукашенко все равно будет делать все, что скажет Кремль. Но есть предположение о том, что Иран действительно научился обходить санкции относительно доступа к технологиям для изготовления оружия. По крайней мере, этим кичатся в Минобороны Ирана. Причем там уже даже не скрывают, что да, это их дроны атакуют Украину. А накануне глава отдела внешних связей Министерства обороны Ирана Хамзех Галандари в интервью иранскому государственному СМИ Ирна заявил, что в прошлом году эффективность оружия иранского производства стала понятна всему миру. Ну, очевидно, имея в виду вот те самые шахеды. В своем заявлении он похвастался тем, что якобы Ирану удалось обойти все ограничения Запада. Ну и что интересно, Галандари откровенно заявил, что Иран передает оружие идеологически близким странам. Вот приведут стату Галандари. Еще раз, это представитель Минобороны Ирана. Мир был удивлен, увидев, что страна, которая была полностью в беде во всех сферах и которой запрещен доступ к любым технологиям, сейчас достигла такого уровня, когда она находится на технологической передовой, а ее оружие, как говорят СМИ, изменяет правила игры. Хотя экономические выгоды от экспорта оружия нельзя игнорировать, исходя из своих религиозных и революционных идеалов, Исламская Республика Иран не просто преследует коммерческие торговые выгоды, как это делают другие мировые экспортеры оружия. Ну и знаете, хотя иранский чиновник как бы не уточнил, о каком конкретно оружии идет речь, но все-таки иранское оружие привлекло внимание СМИ именно после того, как Россия начала массово применять беспилотники иранского производства шахет для обстрела в территории Украины. И здесь нужно добавить, что Иран уже признавал, что да, он предоставлял России дроны. Министр иностранных дел Ирана еще в ноябре впервые признал, что его страна, да, поставляла эти шахеды России, но наставил на том, что передача состоялась до войны России против Украины. А якобы запрет ООН на продажу Ираном оружия был снят еще в 2020 году, и вот с тех пор Россия как раз и заказала у Ирана якобы около двух с половиной тысяч этих дронов. Хотя ситуацию это как бы коренным образом, конечно, не меняет. Сам факт того, что они оказались у России, он неоспорим. И вот за более чем год полномасштабного вторжения России в Украину, Запад, к сожалению, не смог остановить сотрудничество Ирана и России, но и, похоже, может позволить переместить Ирану свое производство в Беларусь. А организация объединенных наций, которой Украина еще в октябре прошлого года обратилась для создания группы по расследованию такого сотрудничества между Ираном и Россией, так никакого расследования по поводу применения иранского оружия против мирных городов Украины не начала. Аргумент у ООН вообще странный, там говорят, что Иран и Россия оказываются против такого расследования и пригрозили не платить взносы в канцелярию ООН. А вот и сегодня глава евродипломатии Жозеп Боррель провел переговоры с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдалахианом и в разговоре Боррель призвал иранские власти прекратить поддержку России в войне против Украины. Продолжение следует...